Привет, дорогие мои зрители. Сегодня у нас будет необычное видео. Сегодня мы будем рассматривать, скажем так, на живом примере, на каталоге, графику, которую, скорее всего, взята она со стоков, скорее всего, дизайнеры взяли, обработали и использовали в журнале. То есть, в принципе, будем рассматривать это как обычный бьюти-журнал, журнал для девочек. Я его, естественно, так уже проглядела и буду, скажем так, вам акцентировать какие-то внимания, где использовалась графика, которую потенциально можно взять либо как для себя, допустим, вдохновение, а для рисования на стоках. Например, вот один из вариантов, да, вот такой ляп, то есть, таких, в принципе, очень много, мазков, там делают под тени, под косметику, то есть, это, когда даже у меня на канале есть видео краски, да, где я рисую такие ляпы, то есть, тут взяли ляп, и это реклама помады, и на нем сделали вроде как баннера. То есть, ну, вот такие вот моменты. Это из серии, где такое вообще используется, кому это надо, ну, и все такое. Так, я не буду говорить про вот, ну, сам фон, да, то есть, текстуру, то есть, это все, естественно, взято, да, с каких-то, с каких-то стоков. То есть, вот, да, тоже самое ляп, только здесь уже только текстура под такой блеск, нечто блестящее. Также мазки, вот, под виде туши. Вот здесь вот, если вы присмотритесь, да, ну, не знаю, там, надеюсь, камера все передает, карандашом нарисован цветок, то есть, это для фона. Вот это, естественно, тоже все взято со стоков, да, но так как у нас вектор, да, ну, если вы фото делаете, то вот тоже, да, все это используется. То есть, вот это вот все, да, ну, скорее всего, Арифлейм, может быть, ну, вряд ли, честно говоря, не заказывают своих фотографов, скорее всего, это, может, и заказывают, да, то есть, в принципе, так как это сетевой маркетинг, да, то есть, основная их работа, ну, как бы, каталог, да, основное их средство для продажи, это каталог. Но, тем не менее, если нужна какая-то такая простая работа, да, вот, типа полотенцев, там, и так далее, какая-то простая композиция, и это все берется со стоков, да, вот, возможно, да, ну, скорее всего, композицию фоткали. Так, нас интересует вектор. Я не буду отвлекаться. Я пролистала каталог вперед, и вот здесь мне бросилась в глаза бабочка, да, которая формен флакон, то есть, конечно, что-то орнамента. И вот это вот баннер, когда-то у меня на канале тоже был баннер такой треугольный, да, и тоже была серия Кому, зачем это надо. Ну, собственно, вот для таких вот моментов, да, используются всякие красивые вставочки и баннеры. В этом каталоге, честно говоря, немного примеров для стоковой жизни, да, что ли, то есть, обычно я такие все журнальчики просматриваю, и, ну, подмечаю что-то для себя, да, в стоковой деятельности. Здесь прямо так больше, наверное, фото, да. И вот это вот мне тоже понравилось. Это типа структура кожи, да, эпидермис и так далее, там, слоистость, тоже вот все вот эти вот штуки. Это, наверное, 3D, это не вектор, но то же самое можно рисовать и в 3D. Это в раздел, скорее всего, медицина. Ну, вот это, естественно, тоже, да, то есть, пока плоский стиль графика, да, для, ну, распродажа, да, собственно. То же самое. Можно даже вот такие вот, совсем простой баннер, да, то есть, совсем-совсем простой, но достаточно интересный. Вот тоже явно, да, сделанный баннер написанная. Ну, это фон, да, это, скорее всего, шрифт покупался. Все, на этом каталог закончился. Да, здесь как-то у нас получилось прям не густо, не густо. И еще я себе иногда для вдохновения, для обучения беру какие-то, это вот реклама спа и, ну, для графики, да, то есть, я смотрю. То есть, здесь был нарисован такой вот листик. У меня даже была идея создать видеоурок, да, и нарисовать что-то похожее. Внутри здесь тоже, как бы, ничего такого векторного нету. То есть, только вот на обложке. То есть, в принципе, если вам тоже, допустим, ну, скажем так, для вдохновения, да, вот можете воспользоваться моим советом, что я вот так просто из жизни беру, да, какие-то моменты и уже думаю, что я вообще буду рисовать. Надеюсь, видео было вам полезным и интересным. И до встречи в следующих видео. Всем пока!